Повысит ли тариф на тепло? Этот вопрос волнует многих горожан. Еще одна актуальная тема – подготовка к очередному отопительному сезону. Об этом мы поговорим сегодня в передаче «Время вашего вопроса». Добрый вечер. У нас в студии Бекбулат Легенович Камешев, заместитель генерального директора акционерного общества «ЖАИК Теплоэнерго». Напоминаю, что наша передача проходит в прямом эфире. Телефоны для обратной связи указаны на экране. Звоните и задавайте свои вопросы. О повышении тарифа на тепло было заявлено в других городах Казахстана тоже. И особенно в тех, где большая изношенность ТЭЦ. В некоторых городах уже оплата поднялась. Вот какая ситуация в нашей области и в каком состоянии у нас система теплоснабжения? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы все прекрасно знаем, что с 2016 года мы постоянно подавали департамент естественных монополий о необходимости поднятия тарифа. Каким-то причинам они нам отказывали. Части, где мы отзывали сами, потому что мы подаем за полгода вперед, и в это время промежутки очень сильно дорожали материалы, особенно трубы с металлом. В этом году нам утвердили, мы выходили с заявкой порядка 43%, чтобы нам тариф подняли. Нам утвердили 14% тарифа. С 1 июля 2023 года мы подняли тариф на горячее водоснабжение и отопление. За отопление мы еще пока денег не получаем, потому что в отопительный период только мы почувствуем разницу поднятия тарифа. В целом, какое состояние ТЭЦ у нас? Мы знаем, что она расходит в красную зону, то есть здание давно требует ремонта и оборудование тоже необходимо обновлять. Сам у нас ТЭЦ 60-го года эксплуатация введен и с того времени уже прошло очень много времени. И изношенность составляет порядка 90% изношенности. Но это не говорит о том, что сейчас ТЭЦ остановится, сейчас все упадет. Это получается, как в автотранспортах, то есть отработаны часы, моточасы, котлы отработали свои уже часы. И неохватимы их реконструкции, то есть замена. В целом у нас 12 котлов. Из них мы 6 в отопительный период используем, а 6 у нас всегда в резерве стоят. То есть выходы какого-то котла из строя мы переключаем и запускаем в другой котел. Чтобы в отопительный период, потребители наши не остались без теплооснабжения. Аварии с теплом у нас бывают не часто, а вот именно с подачей горячей воды аварии случаются, особенно крупная была этой весной. Жители Зачиганского у нас остались на лето практически без воды. Сейчас какая ситуация, что сделано за этот период? Ну, по Зачиганску, если брать, да, там сети в очень сильном изношенном состоянии. Это очень много факторов влияет на него. В частности, это в осенне-весенние периоды, это затопление. То есть, когда идет паводковая вода, теплотрасса вся под землей и через колодцы все затапливало. Наружная изоляция вся намокала и трубы приходили, пришли в негодность. Данную работу сейчас проводят, это по третьей котельной у нас объявили ЧАЭС, Айки Мангвард объявил, и они там, например, взяли подрядчика, который данную работу ведет. Часть, в этом экране часть домов мы собственными силами меняем, и трубы на сегодняшний день все усилия там. И надеемся, что до конца сентября мы устраним полностью, закончим данные работы. Ну, а часть домов вы подключили уже? Да, ну, у нас получается, где-то мы 10 домов, например, подключили, следующие там три дома. Поэтапно мы подключаем, то есть, где мы поменяли, там уже подключаем потихоньку, горячего-то. Ну, и что касается замены труб, то есть, снимала наша съемочная группа, то есть, вместо, обычно пластиковыми работают сейчас, там положили металлические трубы. Вот почему именно из металла? По, если взять по замене, то, конечно, по металлу мы, почему пришли обратно к металлу, сейчас по ГОСТу, согласно ГОСТу выбрали эти трубы, все сертификаты нам эти предоставили, и мы постоянно покупаем качественные трубы, заменяем. Если перейдем по пластику, то именно внутридомовую систему полипропилена и пластиковую трубу еще ставят, потому что там температурный график у нас 95 на 70. А в теплотрассах температуру мы доводим до 105, до 110 градусов, то есть, эти трубы не рассчитаны на эту температуру, и мы боимся, что она расплавится, и эта труба или выйдет, придет негодность. Поэтому было принято решение поменять на железное, потому что практики такой нет, чтобы поставили пластиковые трубы именно на сети, тепловые сети. То есть металлические лучше, да? Да, металлические лучше. Ну и вот микрорайон Зачиганск у нас все-таки новый микрорайон, в основном дома там новые, и здесь вот аварии бывают довольно-таки часто. То есть, естественно, это возмущает жителей. На ваш взгляд, что нужно менять? Может быть, что-то на законодательном уровне нужно менять, чтобы все-таки вот таких ситуаций у нас не возникало, и была какая-то ответственность подрядчиков? Ну, это да, конечно, потому что если раньше, порядка 7-8 лет назад, во всех любых, где дом новый сдает или сеть какие-то сдает, то принимали участие все коммунальные службы по приемке данных домов, ну, потом изменили законодательство, и сейчас в приемке домов участвует заказчик, авторский надзор и подрядчик, который строил или перекладывал данные тепловые сети. И я так думаю, что нужно вернуть обратно, чтобы мы тоже участвовали в самих этих приемках, тогда уже более будем смотреть, чтобы качество металла действительно соответствовало ГОСТу. Так же, чтобы сети, ну, как положено, была перекладка, потому что очень много нюансов там в этих тепловых сетях. То есть, чтобы они выдержали не только гарантийный срок, да, пока подрядчик обязуется устранить сей неполадки? А чтобы он, да, поработал очень по срокам своей эксплуатации. Вообще, мониторинг состояния вот сетей у нас ведется. Какие еще болевые точки в городе, где вот в срочном порядке нужна реконструкция? Мониторинг, конечно, обязательно мы ведем. У нас есть отдел, производственно-технический отдел, в котором все документации по сетям, какого года эти сети, сроки эксплуатации, когда подошли. Если мы также обратно вернемся на более ранние годы, там, в 2010-е эти годы, мы сами видели, да, что зимний период у нас бывал, чтобы целые микрорайоны у нас, получается, оставались без тепла. Но по этой стороне вот как раз была программа Нурлужол, Нурлужер, нам с республики, нам выдавались деньги, но это возвратные деньги, то есть там минимальные проценты и со временем мы должны возвращать. И, пользуясь этой программой, мы поменяли магистраль, вот 4-8 магистрали, это очень многострадальный у нас магистраль был, и 3 года, то есть это переходящий был, 3 года почти делался теплотроп, потому что протяженность очень большая. И также 7-я магистраль, это старые части города, тоже по этой программе мы поменяли. И после этого мы видим, что таких очень серьезно больших таких аварий у нас, технологических нарушений в последние годы у нас нет. Сейчас у нас, конечно, 2-я и 3-я магистраль, 5-я магистраль, мы разрабатываем ПСД, и 6-я магистраль, которые необходимо произвести реконструкцию, уже сроки эксплуатации подошли. Их на сегодня, в этом году мы разработаем поезда, и на следующий год мы уже начнем реконструкцию данных сетей. Так, и вот что касается ремонтных работ, да, этим летом, какой объем был выполнен, и сколько вот километров сетей уже сдано? В этом году у нас, на межноотопедный период 2023 года, мы запланировали поменять порядка 5,8 километров тепловых сетей, это внутриквартальных, даже магистральных сетей. И на сегодняшний день мы на 90% мы его завершили. Также мы ежегодно весной и по завершению отопедного периода, и перед началом отопедного периода мы проводим гидравлические испытания всех сетей, так же магистральных и внутриквартальных. Как раз по нему у нас и видно, где у нас узкие места, то есть весной перед началом работы мы его проводим, многие горожане это чувствуют, мы отключаем горячую воду, там на два, на три дня отключаем, но стараемся мы отключать по магистралям, поэтапно, чтобы не весь город сразу отключать. И осенью после завершения работ капитальных, согласно правилам эксплуатации, мы второй раз уже проводим. Вот на сегодняшний день отключена у нас как раз седьмая магистраль, это старая часть города, и гидравлические испытания, вот мы сегодня отключили, испытания пройдут сами завтра, если у нас все будет нормально, то мы уже послезавтра подадим воду горячую потребителям. В тех местах, где у нас уже произошел порыв, там будем отключать и устранять данную работу. Ну и что касается качества проводимых работ, какая организация контролирует, может быть эксперты какие-то, да, и есть ли у нас какие-то независимые специалисты, которые определяют качество работы? По качеству работы, это, обратно скажу, у нас есть целый отдел специалистов, инженера, которые у нас смотрят на те же трубы, какие трубы, вот мы через год закупаем трубы. Перед тем, как принять, мы обследуем, отправляем запросы на завод, действительно ли они у них брали эти трубы, все, после этого только мы их берем, уже покупаем эти трубы. Потом уже далее, когда распределяем по участку запланированные, у нас отдел, потом выезжает инженер, они контролируют. По завершении работы обязательно мы проводим гидравлические испытания этого участка, чтобы сварочные швы, проверяем качество сварочных швов. То есть это мы внутри сами его контролируем, потому что это в наших интересах, чтобы сделать один раз и лет 15-20 в это место уже не заходить. То есть это будут неоправданные трудозатраты и финансовые затраты, да, если... Если мы сейчас возьмем некачественные пассами и через два года обратно вернемся, это же затраты наших интересов, так как мы сами же в этой организации работаем, в наших интересах, чтобы сделать все качественно. Ну и таким главным проектом этого года, наверное, стал запуск градирни. Общая стоимость проекта 3 миллиарда тенге, если не ошибаюсь. И как было заявлено, это позволит экономить техническую воду, которую берут из Урала. Вот подробнее об этом расскажите. Да, у нас очень большой вот этот проект, он завершился. Мы запустили градирню, это буквально вот в конце мая, в начале июня мы запустили эту градирню. Это позволяет нам порядка на 70-80% брать меньше воды с реки Урал для охлаждения турбогенераторов. То есть, в самом деле, мы же еще помимо тепла производим свет. Есть у нас турбогенератор, который требует постоянного охлаждения. И эта градирня, там, 60-х годов она уже не работала, старая градирня, и с Урала брали сурую воду. Она его охлаждала, эту турбину, и уже нагретая вода у нас сливалась в старичку, старец Урала. И вот выделены были деньги с республиканского бюджета, чтобы мы с этим проектом выходили, что необходимо нам это сделать, так как мы сейчас видим проблему с Уралом. И в этом году мы запустили, получается, мы сейчас в старец Уральский эту воду уже нагрет, не сбрасываем, то есть, экологически это уже. И плюс сам забор воды уже с реки Урал мы исключили уже, получается, на 70%. То есть, проект дает уже положительный эффект, да? Да, положительный эффект дает. То есть, мы один раз эту воду взяли с Урала, и она постоянно кругом крутится, да, циркулирует. То есть, уже нагретая вода приходит в саму градирную, там большие эти лопастя, вентилятор, бункеры, которые охлаждают эту воду, и обратно идет ослужать турбогенератор. Ну, как было заявлено, работа по модернизации предприятия продолжится. Вот, что касается реконструкции турбоагрегата и самих зданий ТЭЦ, в этом плане что предусмотрено? На сегодняшний день у нас также продолжается работа по реконструкции, то есть, замене полностью, но турбогенератор номер один, он уже точно, ну, тоже очень давно не работает. И тоже с республиканским учетом были выделены деньги, сделан проект. И сейчас идет уже, кстати, завершение данной работы. Вот, то есть, я так думаю, что перед началом отопительного периода мы скоро запустим турбогенератор номер один. Это нам даст дополнительные мегаватты, то есть, мы в область больше света дадим. И уже будем уверены, что еще очень много лет этот турбогенет уже продолжит работать, сбоев у нас не будет в работе самой ТЭЦ. По реконструкции у нас вот подали, у нас один здание, мы провели обследование, потому что, еще раз хочу сказать, что эксплуатирование с 60-го года, все здания, само сооружение у нас устарели и провели обследование, и 11 у нас зданий нужно провести модернизацию здания, сооружения. И из них вот мы первые приоритетно выбрали 5 зданий, также подали в проектный институт. И сейчас как разработать проект, и будем уже запрашивать с бюджета деньги, чтобы произвести реконструкцию данных зданий. В первую очередь мы выбрали 5, это где максимальное количество людей работает, чтобы в первую очередь там изучить, если, чтобы завтра она не упала и там не пострадали наши работники. То есть создать достойные условия для сотрудников. Ну вот что касается специалистов, мы знаем, что у вас тоже существует такая проблема, как отток квалифицированных кадров, нехватка кадров. И вот для решения в том числе этой проблемы запущен был проект тариф в обмен на инвестиции. Вот как будет решаться этот вопрос? Ну, это вопрос, наверное, не только у нас, особенно который касается энергетической отрасли. Это по всему, наверное, Казахстану у нас такая проблема. Да, многие уходят из-за зарплаты. То есть те же у нас электрики, они приходят, набирают опыта, стажа 2-3 года, потом уходят и на фирму. То есть за дело оплачивают больше денег. И в разы больше. Да, и в разы больше. Поэтому вот сейчас на тариф мы и поднимали, и тоже выходили с этим, что необходимо нам, чтобы удержать специалистов, поднять зарплаты нашим сотрудникам, именно специалистам. И в плане где-то в октябре месяце, вот как у нас будет этот тариф, мы начнем уже чувствовать деньги, тогда уже поднимем, конечно, зарплату. Но зарплату мы в том году поднимали, зарплату на 10%, в этом году немножко поднимали, и вот сейчас осень еще поднимем зарплату. То есть стараясь удержать, да? Стараясь удержать, да. Вот так мы в такие политехнические лицеи, обращаемся к ним, к выпускникам, чтобы они к нам приходили, работу предоставим. То есть приходят специалисты, набираются опыта, и думаем, пока они вот сейчас опыт будут набираться, мы зарплату поднимем, может останутся. Ну не все прямо уходят, некоторые остаются, нравится эта работа, остается. Так как многим удобно, то есть в городе, рядом с домом, у нас обслужка ежедневно разводят, привозят, 6 обслужек у нас ездит, это разводят людей. Понятно. Ну и следующий актуальный вопрос, это подготовка к очередному отопительному сезону. На сегодняшний день, вот какая готовность у нас по области, по городу? Само подготовку, если брать, по ТЭЦ, у нас тоже на 90% работы завершены. Это такие работы, как капитальный ремонт котла станции номер 9 у нас ПВМ-100. Эти работы мы там заменили первую, вторую ступень конвективной части. Также капитальный ремонт котла-агрегата станции номер 2, там заменили мы трубы правого бокового экрана. Ремонт турбоагрегата станции номер 3, эту работу на сегодняшний день мы на 7-6% завершили. Скоро, еще неделю мы закончим полностью данную работу. И эти работы проводятся. Станции у нас на 90% готовы. Также все эти 90%, все эти 90% берут, потому что сейчас идут гидравлические испытания, которых нам необходим еще, выйдут узкие места, где мы поменяем. То есть до начала отопительного периода мы уже на 100% будем готовы. То, что касается жилых домов, то мы поставляем тепловую энергию в 1210 многоквартирных жилых домов. Из них на сегодняшний день еще КСК остались, мы знаем, да, законно немножко этот, продлили их полномочия и на сегодняшний день КСК 678 домов обслуживает. Из них 411 домов готовы на сегодняшний день. И оси, которые сейчас новые создают оси, это объединение сообщества, порядка где-то их около 400 оси. И на 70% они тоже уже подготовились. И простое товарищество, это малоквартирные дома. Их там порядка где-то 150 домов таких у нас. И на сегодняшний день тоже где-то 50% они готовы, но до начала отопительного периода они обещают, что все успеют делать, подготовиться, получат паспорта готовности и своевременно будут получать тепло. Бесхозные дома у нас на сегодняшний день в порядке где-то 250 домов у нас осталось, бесхозных домов. И по данным домам мы ежегодно проводим собрания. Это совместно с ЖКХ города Уральска. Делаем графики и выезжаем особенно на проблемные дома, которые в отопительный период нам создают проблему. И мы вот выезжаем и путем собрания, путем уговора просим их, чтобы они или открылись, или вступили в состав КСК, чтобы качественно подготовить свой дом. И в зимний период не было проблем у них с теплоснабжением. Понятно. У нас есть вопрос от телезрителя. Здравствуйте. Какой сейчас процент теплопотер и как вы их снижаете? По теплоснабжению у нас нормативные потери, которые есть, мы в них укладываемся. Ежегодно, конечно, мы стараемся в магистрали, где воздушные теплосети, проводить изоляцию. Своими силами мы это все производим. Но основной у нас, конечно, проблема в том, что у нас ворует жесть с этих магистралей. Мы неоднократно потом обращаемся в полицию, но они, получается, их снимают от жести, сдают на металлон. А потом, когда их уже поймают, это там ущерб, они не могут восстановить очень большие затраты, так как сама жесть очень дорогая. Они его смяли, это хоть и вернули, мы его обратно уже не можем поставить. То есть нам приходится заново обратно покупать эту жесть, чтобы обматывать. Ежегодно, ежегодно мы сейчас стараемся, чтобы все меньше и меньше потери у нас было и изоляции. На более какие-то современные изоляции мы рассматриваем варианты, местами где-то мы смотрим или даже применяем эти. Но эта работа ведется, если брать, то более качественные, они очень дорогие, изоляции, которые более современные. Там у нас с финансами, сами знаете, тоже немножко это. Поэтому мы стараемся, в первую очередь, оборудование и сети поменять, а на изоляцию тот же Минваты и их жестью обматываем. То есть мы более дешевле, которые выходим на них. Я думаю, вы дали исчерпывающий ответ и вернемся к проблемам отопительного периода. Аварийные дома, общежития, бесхозные дома, с ними какая работа помимо собраний ведется? Все-таки здесь большой фронт. Действительно только с собранием и путем уговора. У нас даже весь город, вы же знаете, очень давно была проблема постоянно. Курман газа 111, у нас было общежитие, это очень большая проблема была. То, что собственники не объединялись, не хотели вступать. И позапрошлый год, в марте месяца, у них в подвале порвало трубу. И нам пришлось отключить, так как это теплоноситель наш, он весь сливается в подвал. Чтобы этот теплоноситель подготовить, это какие затраты, тот же газ, тот же химикат, тот же вода, тот же электричество, чтобы это подать. И он, получается, сливается в подвал. Поэтому мы уже согласовали и отключили данный дом в марте месяца. И сказали, пока вы не соберетесь, пока вы сами не сделаете, никто вам не придет и помогать не будет. Потому что есть ряд домов, когда уже безвыходность, ну, в морозы мы, конечно, их не оставим. Идем и сами помогаем, наш работник приходит, устраняет. А здесь уже в марте месяце было тепло, мы отключили. Это где-то прям почти в конце марта это случилось у них. И прям они за летний период, там одна взялась, они открыли оси, собрала деньги, наняла работников. Они поменяли в подвале все полностью трубы. Все это проявляет опрессовку. И сейчас проблем нет в этом доме. То есть вот, пользуясь случаем, я тоже хочу обратиться к нашим потребителям, что многие говорят о том, что, ну, пойдем в Акимат жаловаться, пойдем туда жаловаться, и нам все равно вы сделаете. Здесь же мы знаем, что бюджет не рассчитан, чтобы вам приходили с Акимат, или с государством приходили и меняли внутреннюю систему. Так как это ваша собственность, и вы сами должны за этим следить, и сами должны менять. Поэтому, как есть пословица, готовь, Саня, летом, отели, ага, зимой. Уже тут осталось у нас буквально полтора месяца. И необходимо им ускориться, объединиться и делать эту работу, подготовиться качественно, чтобы в зимний период сидеть с теплом, с горячей водой и с теплом сидеть. То есть кардинальные меры иногда дают результат, да? Еще одна проблема – это должники. Вот на сегодня задолженность населения и ваша какая сумма? На сегодняшний день у нас задолженность потребителей перед нами составляет 373 миллиона. Из них 365 миллионов – это население составляет. Мы работы проводим. Сейчас, вы знаете, что уже несколько лет мы практикуем, что работаем с нотариусом. Если мы раньше в суд, пока судебное решение выйдет, сейчас нам упростили, и мы работаем с нотариусом. И это очень действие у нас. Я вынуждена вас прервать. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что мы пенсионеры, у нас долгов нет, все такое хорошо, теплом обслуживаемся, горячая вода есть, спасибо большое. Но дело в том, что хочется узнать, вот когда приносят квитанцию, во-первых, мы, например, уже в начале августа получаем пенсию, сразу платим, считают, а там то ли июнь, то ли июль не разберешь. Ну я просто по нулям, у меня нет. Но на начало, вот придет октябрь квитанция, всегда стоит долг на начало месяца. Вот что за это, непонятно. Если у меня нет долга, почему стоит такая графа? А так претензий нет, молодцы, работают, спасибо. Суть вопроса, да, я услышал. Здравствуйте. Ну, понимаете, если у вас долгов нет, есть люди, у которых есть долги, и поэтому эта графа, долг на начало месяца, она всегда будет. Ну, вы можете, если квитанцию смотрите, то если у вас долгов нет, долг на начало месяца, вот, ноль деньги составляет. Поэтому мы каждому индивидуально квитанцию печатать не можем. То есть они единого образца? Потом мы до этого практиковали, что у кого нету долгов, чтобы не разносить квитанции, ну, люди начали возмущаться. Они все равно хотят это видеть. То есть мы обратно в основе, что у них долгов нет. Ну, мы обратно, вот, с юли месяца вошли обратно в единоплатежный документ, и сейчас у нас БАЦ Энергоресурсы разносят квитанции, это ихняя квитанция. И там уже не только же ЭКИП Энерго, там и БАЦ Уарнасе, и Тазахала, и КСК некоторые есть, управляющие компании некоторые есть. Поэтому нужно смотреть, чей долг на начало, наконец, за какую коммунальную услугу вы должны. В завершение вновь вернемся к вопросу тарифа. Вы подали в департамент по регулированию естественных монополий заявку о повышении на 6%. Ее вот должны были одобрить, да, вот на днях. Результат есть уже, и на сколько будет повышен тариф? Да, нам пришлось еще раз в этом году подать, потому что основное у нас приобретение – это топливо, это газ. В котором 70% у нас уходит денег на газ. И все знаем, что КСК подал и утвердил тариф на повышение. И согласно закону естественных монополий, мы должны следом подавать. Мы подали на 6%, буквально вчера вышел приказ, нам утвердили 1,9%. Ну, в денежном выражении сколько это? Ну, если по горячей воде, где-то на 3-4 тенге разница будет. То есть, если сейчас 239, то там будет 244-243 тенге будет за 1 куб. С 20 августа, то есть, вступит уже новый тариф. Виктор Легенович, спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче. Спасибо нашим телезрителям за звонки и вопросы, которые прислали в WhatsApp. Хочу напомнить, что это была передача «Время вашего вопроса». На этом мы завершаем. Продолжает программу информационный выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин